Свежая, солёная, копчёная, фаршированная, вяленая рыбу и другие морепродукты на любой вкус. Можно попробовать и купить в Москве прямо на свежем воздухе. Всю неделю на столичных улицах будет проходить рыбный фестиваль. Свои продукции горожан угощают предприятия со всей страны. Рецептами интересовалась Татьяна Матвеева. Мы используем дикого лосося, в данном случае это нерка. Мы используем щупальцы краба-стригуна. Вместо пшена я буду использовать булгур. Час с небольшим и из этих деликатесов получится настоящее дальневосточное уха. Открытый мастер-класс на Кузнецком мосту Константин Ивлев проводит для гостей гастрономического фестиваля. Картофель всё-таки и булгур, он варится намного дольше. Поэтому мы сначала его приварим здесь, он немножко раскроется. Ни много ни мало 350 литров ароматной ухи. Кулинарный шедевр закипает прямо на глазах. Гурманы не поленились, простояли в очереди, чтобы потом первыми оценить блюдо на вкус. Немножко есть какой-то свой вкус такой насыщенный, может быть, от краба. Не меньший ажиотаж у киоска со знаменитой алюторской селёдкой. Она снова в продаже. Одну селёдочку? Да нам две покрупные пожарные. Она проделала немалый путь с Алюторского залива, что на Камчатке до Москвы. И теперь радует своим весом каждая штука почти по полкилограмма и нежным вкусом. Долгое время была закрыта вообще к промыслу, около 30 лет. Вот, наконец, её открыли, мы сюда её привезли. Вся линейка семейства лососёвых – чавыча, нерка, кижуч, кета, горбуша. Всё, что водится на Дальнем Востоке, теперь на столичных прилавках. Мы её и добываем, и привозим сюда в Москву, и перерабатываем на своём собственном производстве. Не протолкнуться у прилавков со свежей рыбой. Глаза разбегаются, потому что очень всё много. Наружу отвыклись только видеть на прилавке свежего, вкусного. Чтобы не ошибиться в выборе, смотрим на глаза, чешую и жабры. Это первое, то, что портится у рыбы. Цвет должен быть обязательно ярко-красный, но не слишком, потому что есть такие, кто подкрашивают. А вот как определить свежесть осьминогов, знают не все. Все щупальцы, они должны быть присоски, должны быть все на месте. По поводу кожи, она должна также полноценно находиться на самом осьминоге. Камчатские крабы – устрицы, морские ежи. Их можно выловить прямо из аквариумов. На Даниловском рынке, впрочем, как и на всех остальных, на эти отечественные деликатесы на протяжении всей фестивальной недели – специальные скидки. Много черноморской рыбы, которая тоже будет идти по акции. То есть по закупочным ценам. У нас есть и дальневосточная, и сахалинская. У нас акция будет ростовской рыбой. Самая знаменитая наша рыба – судак, которой нету нигде в мире. Партнёры фестиваля предлагают москвичам готовые рыбные блюда. Свежий пирог из копчёной и солёной сельди. Выглядит аппетитно и дешевле, чем обычно. Я сейчас разрежу, и вы сможете посмотреть начинку изнутри. Семь площадок по названию российских портов на каждой всю неделю до 22 мая. Своя насыщенная программа. Морские аттракционы, фотовыставки, кулинарная школа. Татьяна Матвеева, Дмитрий Шестухин, Алексей Кошлаков и Анна Лошевич. Вести, Москва.